Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Toybox. Сегодня вас ждет праздничный выпуск, а все потому, что на канале набралась первая тысяча подписчиков. Сумма, конечно, совсем небольшая, но очень для меня значимая. Я благодарю всех, кто подписывается, кто ставит лайки, кто комментирует. Вообще, за время моего отпуска мы с вами много общались в комментариях, вы даете мне большой отклик, мне очень-то греет душу и стимулирует меня снимать обзорчики дальше. Ну а я, кстати, время не зря не теряла в отпуске, очень много занималась онлайн-шоппингом, много новиночек, классных игрушек назаказывала, да и вообще по всему городу пособирала много интересных, необычных сюрпризов. Кто смотрел шорт, может быть, даже какие-то спойлеры могут заметить, что вас ждет впереди. Так что, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, впереди много классных новинок, будет очень интересно, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Я не буду затягивать, давайте приступать к распаковке. Сегодня нас ждет большое, огромное золотое яйцо Ray-Ban Corns, больше 20 золотых сюрпризов внутри нас ждет. Также Monster High, Lovely Pets, Милые Котята, Губка Боб, Смуши-Муши и многое другое. Ну что, а мы приступаем к распаковке. Итак, начать я предлагаю по традиции с шоколадного яйца. Называется оно Kiddi Double Taste. Кидди, по-моему, в переводе это значит малыш. Дабл Тейст, я думаю, это черный и белый шоколад, скорее всего, будет в составе. Написано даже по-русски яйцо из молочного шоколада с игрушкой внутри Кидди Тату. Так что, скорее всего, сюрприз там нас будет ждать, это татуировка. Давайте откроем и проверим. Вообще, после полутора месячного отсутствия, конечно, немножко непривычно разговаривать на камеру, начать снимать. Ой, смотрите, яичко, видимо, давно лежит. Шоколад испортился, надо, кстати, проверить срок годности. Заказывала его я в Яндекс, по-моему, маркете. Стоило там совсем немножко. У меня, если честно, я тут в отпуске налегла на промокоды всякие, понаходила в интернете кучу много новых промокодов. И игрушки с супер большими скидками заказывала. И там яйцо, это, наверное, в районе 30 рублей мне вышло. Совсем недорого. Так, ну давайте смотреть, что нам тут попалось. Ух ты, какой необычный вкладыш. Так, а, здесь инструкция по переводке. Да, 1, 2, 3, наклеили, намочили, сняли. Это все понятно. А тут, видимо, разновидности картинок, которые могут попасться. Слушайте, интересные картинки, необычные. Такие непростые. С каким-то замыслом. Еще какая-то тут мелкая бумажечка. Какой-то секретный код. Так, а нам попалась наклеечка с днем рождения. Надпись, как вы можете заметить, задом наперед, но когда вы ее наклеите себе на ручку, она как раз перевернется и будет правильно читаться. Такая какая-то печенька тут, что ли? Довольные, веселые подарочки. Ну, интересно. Татуировка неплохо. Для начала. А дальше давайте распакуем. Вот такой подарочный сюрприз нам положили в Додо пиццы. Наверное, его уже многие кто заказывал. Скорее всего, много кому доставалось. Но, тем не менее, обзорчик нужно снять. Вдруг кого-то заинтересует, что здесь попадется. Во-первых, тут изображение бараша. И инструкция, как посадить растение. Из чего мы можем понять, что здесь у нас будут семена. Дата посадки и какое растение даже подписать. А какое растение, видимо, это сюрприз. И это мы узнаем, когда откроем. Я, честно говоря, даже не открывала. Просто заглянула. Что там такое? Слушайте, надо инструкцию прочитать. Додо пиццы. О, базилик овощной нам достался. Ничего себе зеленый, ароматный. Базилик какой-то круто. Видимо, вот это какая-то земля, торт, который прямо в этом стаканчике можно посадить. Посадить. То есть, землю там, наверное, как-то по инструкции нужно посмотреть. Поместите две торфяные таблетки на дно стакана. Добавьте 5 столовых ложек теплой водички. Подождите 10 минут. Затем помешайте землю. Сделайте небольшую лунку. Положите в нее семена. После засыпьте лунку землей. Вот так вот. Слушайте, неплохо. Интересный такой сюрпризик. Мне кажется, полезный даже он. Он, естественно, цену я вам не скажу, потому что он мне бесплатно достался там при заказе, по-моему, детской пиццы. Слушайте, ну, мне нравится. Задумка хорошая. Полезный такой сюрприз. Будет учить деток, как ухаживать за растениями, что вот вообще за всем процессом они смогут проследить. Поэтому супер. Мне нравится. Ну, а дальше давайте откроем вот такую капсулу с куколкой с сюрпризом. Очаровательный малыш. Каждой капсуле нас ждет. Покупала этот сюрприз я в фамилии. 200 рублей он стоил. И, честно говоря, он во мне вызвал ряд вопросов. На первый взгляд здесь вот не хватает штырька, чтобы это было похоже на какой-то чупа-чупс, по-моему. С другой стороны здесь тоже какие-то вот отверстия. Но, может быть, это для куклы я еще могу предположить. Но здесь прямо очевидно чего-то не хватает. Как будто бы должна была быть палочка. Ну, да ладно. Нет так нет. Взяла все равно его посмотреть, что там за куколка. Что, давайте попробуем по перфорации. Перфорацию, там мне все писали. Там есть отверстия. Не люблю я их, потому что они плохо срабатывают. В этот раз они сработали хорошо. Незакон, конечно, подлости называется. Итак, пластиковое яичко. Ну, на какой-то десерт, если честно, похоже. Буду бы полить это вот сверху шоколадом. Не знаю даже, кто это там. Так, смотрите. У нас встречают наклейки. Вот такие классные, милые наклеечки. И пакетик. Look at me and let me go. Написано на пакетике. Не вижу, есть тут насечка. А, вот она нашла. Милые наклейки есть. И открываем. Смотрим, что там за малыш. Так. Какая-то бумажечка. И бутылочка. Коллекция, получается, нам не покажут. Очень жаль. Так. Бутылочка пластмассовая. Очень дешевая и простенькая. С логотипом, по-моему, булавочки, что ли, какой-то. Похоже больше на шестеренку. Так. Вот такая вот... Этикетка, как будто бы съехали. Как здесь вот она должна была видеть. Не знаю, зачем ее внутрь. Ну ладно, это все не важно. Давайте посмотрим на самого главного виновника. Рождества нашего. Вот такой малыш. В шляпке... Не знаю, это птичка, по-моему. Да, вот хвостик, похоже, за эти. Глазки. В общем, какая-то животная. Животный принт, но, скорее всего, это птичка. Шляпка мягкая, резиновая. Малыш тоже мягенький. С отверстием. Даже какая-то у него трубочка. Если вам будет видно, вот посмотрите, трубочка вставлена внутрь. То есть, в теории, в него можно набрать воды. И потом он будет плеваться, как у куколки Лол. А, и даже писать будет. Посмотрите, у него есть отверстие еще снизу. Ну, неплохо, в принципе. Конечно, мне кажется, 200 рублей не совсем. Вот это не дотягивает сюрприз. Так, ручки у него шевелятся, а вот ножки нет. Ножки прям литые. А ручки и голова шевелятся. Ну, выглядит мило, по крайней мере. Хорошо выглядит. Шапочка прям хорошенького качества. Малыш с закрытыми глазками. Можно его все время баюкать и спать укладывать. Также ребенку интересно будет поиграть его, покормить, попоить. Потом будет писать. Ну, в принципе, неплохая игрушечка. Я довольна. И так далее. Давайте откроем вот такой пакет сюрприза. Милый котята. Его я приобрела в магните. В обычном продуктовом магните. Слушайте, ну, стоил он дороговато. Что-то около 300 рублей. Не помню точно. Там может быть 250, 270. Вот что-то такое. Значит, у нас здесь изображено. Но, я так поняла, будет какой-то контейнер и игрушка внутри. Найди фигурку, светящуюся в темноте. Так, они еще и светятся. Восемь фигур разных пород, жестяных коробочков. В общем, да, я это прочитала. И на задней стороне мы видим всю коллекцию. Разные тут породы котят. Видите, все кейсы для них разные. Тоже с разными рисунками и разных цветов. И вот даже тут имена котят прописаны. Ну, дороговат, на мой взгляд, сюрприз. Хочется посмотреть, что там. Может быть, конечно, качество впечатлили. Давайте откроем и посмотрим, что же нас там будет ждать. То есть, насечка. Ух ты! Сюрприз-сюрпризы. Ну да. Частенько такое любят практиковать производители. Ну, шарик фактически с теми же самыми рисунками, что и на упаковке. Поэтому не будем затягивать. Давайте его тоже открывать. Зацепить, конечно, все равно тяжело. Это перфорация. Классный звук. Обожаю. По-прежнему ничего не трясется. Прям там что-то очень плотненько сидит. Даже не открывается. Открыла. Такое тугое яичко. Итак. Еще раз нам продублировали всю коллекцию. Но тут имена, заметьте, не по-русски написаны. На этикетке у нас все было по-русски. Русская голубая. Даже я что-то оторвала. А здесь по-английски. Далее давайте смотреть. Голубой такой нам клейк попался. Цепочкой можно его подвесить на ключи, на рюкзак, куда вам угодно. Можно какие-то даже сюрпризики спрятать детям. А это нам попался малыш Тойгер. Судя по тому, что написано на этикетке упаковки. Тяжеловато. Вот такой он маленький. Ничего себе. Малыш ноготок, можно сказать. Он очень миниатюрный, конечно. Все полностью у него покрыто флоком. Даже глазки. Поэтому очень тускленько выглядит. Ну посмотрите, совсем у меня коротенькие ноготки. Я оставила, обрезала все себе. Ну вот просто с ноготочек. У него голова, да и туловище. Да, конечно, малыш очень маленький. Можно было и побольше уместить. Даже два, наверное, поменьше таких маленьких. Ну не знаю, слушайте, сюрприз такой. Если он будет стоить 300 рублей, по-моему, супер завышена цена. Я чего-то пограндиознее ожидала от него. А не такую мелкую козявку, которая, скорее всего, очень быстро, к сожалению, потеряется. Со всей массой игрушек у ребенка. Ну сделано неплохо, в принципе. Могли бы вот глазки не покрывать флоком. Было бы, наверное, поинтереснее выглядело бы, поярче. Ну, как есть. Покажу вам сюрпризы, чтобы вы были в курсе. Чего ожидать. Ну а следующий давайте откроем вот такую коробочку. Губка, боб, квадратные штаны. Собери всю коллекцию. Написано нам, что внутри будет игрушка. И вкусняшка. Ямми Куб, производитель. Так, а здесь мы можем даже увидеть всю коллекцию. Губка боб у нас тут представлена в четырех образах. Даже граф Дракула есть смешной. Мистер Краб, Сэнди, Сквидвард и Патрик. Честно говоря, мне бы хотелось Сэнди. Интересный у нее вот костюмчик. Интересно бы было на него взглянуть, как его исполнили. Ну и, конечно же, губки Бобу, Патрику, Сквидварду. Всем буду рада. Потому что, как я уже говорила, кто знает, Спанч Боб, это мой любимый мультик. Обожаю шутки. Он, мне кажется, даже не очень детским бывает. На взрослую аудиторию даже немножко он предназначен. Так, смотрите, какой интересный тут десертик. Это какая-то железная, наверное, конфетка. Мягенькая, засахаренная, со вкусом манго. Так, ну и, как уже можно заметить, нам там попался Спанч Боб. Теперь осталось догадаться, в каком образе. Но для начала давайте откроем. Ух ты, вкладыш. А во вкладыше что-то жесткое нас ждет. Вот эта подставочка тоже хорошо. Это подставка. Значит, игрушка будет крепенько стоять. А здесь нам продублировали еще раз коллекцию. Сэндис Кридр Патрик Мистер Крабс. И собери всех героев. Четыре Спанч Боба в разных образах. Та-дам! Там-там-там-там-там! Вот такой малыш Спанч Боб. В своем обычном образе. В своих квадратных штанах. С веселым выражением лица нам попался. Слушайте, я, кстати, не сказала, где я купила этот сюрприз. Просто в местном продуктовом магазинчике. Смотрите на полках. Не знаю, может где-то и встретите. Стоил он около, по-моему, 170 рублей. Игрушка хорошо выполнена. Протисовка, конечно, на прям 5 с минусом. На 4 с плюсом даже, наверное. Видите, где-то вот рукава не до конца. Реснички немножко съехали. Но не трагические какие-то тут моменты. В принципе, все выглядит достойно и хорошо. Игрушка крупная, тяжеленькая, плотная, кстати. Плотный такой пластик. Не прорезиненный. Единственное, что носит тоже, кстати, плотненький. Ручки и ножки выполнены из более мягкого пластика. Они немножко шевелятся и гнутся. Так, у нас же еще есть с вами подставочка. Видите, как все. Он даже и так стоит, собственно, без подставки. Но с ней будет надежней, конечно. Вот исполнение подставочки немножко подвело. Плоховато она держится. Но, в принципе, вот когда ее снова еще не трогать, то нормально. Ну, я довольна. Спонджи-боба обожаю. Ой, видите, выпадает она. Это One Love. Так, далее. Что у нас тут осталось интересненько? Давайте откроем вот такую большую, которая не помещается в кадр, коробочку. Monster High. Сразу говорю, предупреждаю, что это, естественно, подделка куклы-сюрприз. Ужасная вечеринка называется. Заказывала ее на Сима Лэнде. Happy Valley. Производитель. Вот даже указано Сима Лэнд от 3 лет. Кто скрывается во тьме? Стоила эта куколка совсем недорого. Поэтому интересненько мне стало, что там может за такую сумму скрываться. Покупала я ее, по-моему, за 250 рублей. Что такое около этого по оптовым ценам. Все страшно красивые девчонки уже собрались, чтобы здорово повеселиться этой ночью. Открой гробик-сюрприз и познакомься со своей ужасной подружкой. Кошмарная вечеринка начинается. То есть куколка нам тут тоже рандомно может попасться. Видимо, вот на рисунках указаны варианты. Не знаю, будет там вкладыш или нет. Но что-то сильно сомневаюсь. Разрезаем. Открываем. И кто же там? Пишите в комментариях, если вы уже узнали, кто это. А мы достаем ее... Ух ты! Больше ничего нет. Пусто. Такая подруга нам попалась. Двоякие ощущения. В принципе, кукла вообще по ощущениям неплохая. Но на ней плохая одежда. Совершенно не подходящая, во-первых, по размеру. Огромное платье. Как вам показать? Смотрите, размерчик бюста и размерчик этого платья. То есть тут еще полкуклы такой же влезет. Совсем не подходит. Или надо было вот эту липучку перешить. Как-то поплотнее. Чтобы сидела на кукле. Это сразу расстраивает. И вообще качество платьишка. Даже какие-то вот помарки есть. Клей как. Ну или что-то еще. Не очень. Потом. Сразу, когда доставали, мне не понравилось. Из коробки, когда доставали. Вот эта резинка самая простая. Некрасивая тоже. Канцелярская резинка. На куклу одеть не очень. Но, с другой стороны, в принципе, симпатичные у нее туфли. Неплохо, на мой взгляд, выглядит. Вроде по размеру все окей. Хорошо сидят. Да и куколка сама по себе симпатичная. Голова у нее полностью мягкая. А тело жесткое. Смотрите, ручки, ножки. У нее все в шарнирах. Даже запястье. Даже ходит запястье. Это, по-моему, круто. Локти, плечи. Да, такая подвижная. Можно ее в разном положении зафиксировать. Посмотрите, как красиво. Классный потенциал. У куклы был хороший. По-моему, платье все испортило. Но, в принципе, можно свою одежду какую-то подобрать. И исправить ситуацию запросто. Это ножки у нее тоже, смотрите, ходят. Давайте посмотрим. Лодыжки нет. Но здесь мягкая резина. Они немножко так сами по себе сгибаются. Но не фиксируются. Какие-то нитки, посмотрите, торчат. Прямо из пластмассы, из ноги. По-моему, куколке пора сделать эпиляцию. Чей-то китайский волосок застрял тут. Ну, или, скорее всего, конечно, с ее головы. Такие же волоски искусственные. Ну, и раз мы заговорили о голове, большие вопросики с наполнением чистотой волос. Пробильчики прямо виднеются. Даже вот в хвосте их видно. То есть хвост, если вы распустите, тут прическа будет оставлять желать лучшего. Я так подозреваю. Ну, как, да? Только в хвосте. Ну, можно, конечно, распустить. Может быть, распрямить. И будет тоже неплохо. Но пробелы... Выглядит прямо как у сумасшедшей ведьмочки. Да, в хвосте была однозначно лучше. Так, восстановила я и хвостик. Конечно, еще интересно мне стрижка такая, выбритый затылок. Но, скорее всего, так в мультике и было. Я думаю, что здесь не фантазировали, не экономили на этом производители. Наверное, скорее всего. Напишите, кстати, в комментариях, кто в курсе, как зовут куколку, героиню эту. И была ли у нее такая в мультике прическа. Или здесь уже фантазии производителя задействованы. Ну, в принципе, неплохая кукла. За 250 рублей хорошая. Наверное, наряд ей поменять. Он даже вот как-то ей не подходит внешне. Он такой нежный какой-то, облачный. Вот такой строгой в лице, да. Какой-то со шрамами. Монстр куколки. Совсем не подходит такое платье, конечно, наряд. Даже вот на упаковке, если посмотреть, у них какие-то тут готичные, такие короткие, черные, белые, темники. Ну да, есть вот розовый корсет. Но вот тоже выглядит симпатично. Все это подходит их образом. Но не то, что тут надели на нее. Так, ну что, эту нежную милашку монстрика убираем в сторонку. И приступаем к распаковке. Вот такой бутылочке с муши-муши, с молочком. Покупала я эту бутылочку, этот сюрприз в магазине Фамилия за бешеные деньги. 600 рублей. Но у меня, правда, был промокод на 20% скидку. Конечно, вот он у меня вышел, получается. 482 рублей. Все равно, по-моему, бешеные деньги за сюрпризы, которые в них хранятся. Если вы не видели, не буду спойлерить, сейчас увидите. Так, смотрите, на этикеточке у нас есть коллекция изображена. Поближе вам покажу. Здесь идут малыши со своими питомцами. Малыши с сосочками и в разных образах разные животные. Овечка, единорожка, лягушка, зайка и так далее. Бутылочка эта тоже, конечно же, потом пойдет для игры. В ней, как вы можете видеть, имитация молочка, которая стекает по стеночкам. Если ее долго в положении зафиксировать в таком стоячем, молочко все стекает вниз, и она становится такой полупрозрачной. Если ее, как мы сейчас, потрясли, оно, конечно, по стеночкам растеклось, и такое ощущение, что полная баночка молока. Ну, интересная задумка, думаю, деткам интересно будет. Мне кажется, тут большая стоимость, конечно, за бутылочку ушла, за эту задумку, а не за игровку. Ну, давайте смотреть, распаковывать, что же нас там ждет внутри. Так, вид контакт. Итак, вот мы видим теперь уже в первозданном виде вот эту бутылочку, с которой даже, видите, уже молочко стекает. И немножко проявляется внутренности бутылочки, пакетики. Вот эту наклеечку, естественно, надо будет снять. Ладно, позже это сделаю. Открываем. И смотрим, что же ждет нас внутри. Для начала нас встречает. Бутылочка с надписью «Муши-Муши», в которой нас ждет 2 цепочки карабинчика таких, которые можно использовать как брелки, на люкзачки вешать. Вот это, видите, даже отверстие для бутылочки. Так, давайте смотрим дальше. Пакетик раз и вкладыш. В пакетике нас ждет этикетка с именем. То есть можно написать и тоже ее повешать на цепочку, но не вижу смысла носить с собой картонку. Так, далее. О, похоже, нам лягушонок попался. Малыш в костюме лягушонка. Так, здесь у нас сертификат. Имя написать, дату рождения, так, кто установил малыша. И с обратной стороны мы еще раз видим всю коллекцию. Потому что овечки мне еще нравятся такие прикольные. Единорожка, в принципе, классная. Ну, лягушонок с мороженым сидит. Тоже неплохой. Интересный смуглый мальчонка какой-то. Тут, если это мальчонка, может, и девчонка. Так, еще раз вам покажу бутылочку. Видите, какие у нее толстенькие такие поля. Бортики, в которых как раз такие вот отверстия с этим имитацией с этой молочка. Ну, конечно же, можно потом закрутить и играть ребеночку как с сосочкой. Сормить молочком кукол. Конечно, куколка должна быть большая для такой сосочки. Ну, тем интереснее. Ну что, давайте открывать. Малышей даже, смотрите, пакетик не до конца. Это брак. Закрыт не до конца. Открыт, закрыт, не поймешь. Так. Ага, здесь пакетик в пакетике. Второй пакетик припаян. По-моему, что-то брак какой-то тут пошел. Ладно, давайте не будем рвать. Так, аккуратно откроем. Так, в маленьком пакетике нас ждет маленький лягушонок сквиши. Потому что запах пошел. Ну, это, конечно, резина, но какая-то сладенькая резина, как будто бы. Интересно. Вот опять-таки отверстие. Можно, как брелок, использовать. Продеть вот эту цепочку, которая у нас в баночке. Желтеком, к примеру. И вместе все это зафиксировать, где вам нужно. Ну, лягушонок так себе качество. Не сказала бы, что превосходное. Есть вот косячки. Здесь уже, смотрите, краска содралась. За такую стоимость хотелось бы получше. Вот придираюсь уже, придираюсь, потому что 600 рублей, по-моему, переборчик. Дальше. Смотрим. На малыша, который нам попался. Он тоже сквиши, и это, по-моему, удешевляет все вообще игрушку. Если бы она была пластмассовая, я бы была довольна больше. Тут тоже есть отверстия, можно их все вместе вообще тут в такой микс сделать. Можно там вместе только две лягушечки отдельно у малыша. Вот лягушечку из бутылочки. Ну, в общем, как вам нужно, фантазируйте. Естественно, у сквиши ничего не достается, не поворачивается. ни сосочка, ни мороженое. Все это слитно, сделано. Качество на 4, наверное. Это вот помялось, я думаю, за упаковки. Возможно, расправится. Давайте посмотрим, как он себя в действии. Ну, неплохо, неплохой, да. Сквиш хороший, быстро принимает форму, легко сжимается. Запах не противный, хороший такой запах. Но он все-таки, мне кажется, ароматизированный. Какой-то приятный запах есть. Не фруктовый, ни какой-то сладкий, ни кондитерский, но что-то сладенькое. Какие-то вот сладенькие духи, я бы сказала, отдушка какая-то. Ну, вот, как на ваш взгляд, 600 рублей. Тут, наверное, больше свое дело бутылочка делает. Упаковка классная, интересная, прям бросается в глаза, хочется купить, но сам сюрприз немножко расстраивает. Не хватает, как будто бы чего-то не хватает. Или пластмассовая игрушка бы была, мне кажется, было бы интереснее, или какие-то еще аксессуары бы положили, мебель какую-то, не знаю, одежку, ну, что-то, не знаю, что-то придумать было, одеяльце хоть какое-то. Вариаций, конечно, много. Ну, вот, смотрите, имеем то, что имеем. Как вам? Пишите в комментариях, купили бы вы за 600, за 480, даже мне вот жалковато, за эти игрушки. Я несколько их купила, посмотрим с вами еще другие в следующих выпусках. Надеюсь, не повторка нам попадется. Так, ну что, мы практически на финишной прямой. Остался у нас предпоследний сюрприз перед нашим основным сюрпризом. Lovely Pets мягкие игрушки в комплекте. В упаковку, конечно, чувствуется, что тут мягенькая, что там. Надеюсь, не сквиш. Вроде как, мягкая у девочки игрушка в руках. Тоже я покупала этот сюрприз в фамилии и стоил он 300 рублей. Даже тут вот написано, что можно их купать, сушить феном, причесывать, и вот они будут супер-пупер красивыми малышами. Несколько цветов, я так понимаю, в коллекции. Может быть, три, может быть, больше. Давайте смотреть, что там внутри нас. Даже вот зелененький у них в руках может быть больше. так, настраиваем носичечку и открываем. Ого, сразу видим, что нам кто-то розовин запопался. И вкладыш. так, инструкция на русском нет. Здесь у нас сертификат, а я, к сожалению, коллекцию не изобразили. что тут по инструкции, вроде бы, все то же самое, что его можно помыть. Может быть, даже грязненький он сейчас у нас попадется, потом посушить, расчесать, и он будет красавчиком. давайте смотреть, что тут за грязненький малыш нас ждет. так, все тут прям приклеился даже в упаковке. Еще, смотрите, расческа в комплекте. пакетик пустой, вкладыша нет. Так, ну, давайте смотреть. Действительно, он грязный. Он грязный и как-то даже слипшийся. Так, я даже не знаю, сначала надо мыть или можно... А, посмотрите, он прям прошитками. Ничего не понятно. соска. Соска на липучке. Липучка съехала. Ну, что же, приклеить прям ровненько немного. Ну, как так вот? Это что, какой-то косой тут сборщик был? Или это автомат косой? Соска, в принципе, выглядит неплохо. Хороший качество пластмассы, но вот это вот, конечно, переклеить можно исправить. Прям даже смешно, как-то криво можно было наклеить. Ладно. Дальше разбираемся с игрушкой. А, это зайка. Это зайка. Это его ушки. Это пришиты у него ушки. Я думаю, надо, да, отпороть? Я же права. Я же не спорчу игрушку. Так, здесь что? Ничего даже прям не видно. испаковали. Вид у него непрезентабельный. Слушайте, какие красивые ушки, задники, прям ушек блестят, переливаются. Прикольно. Так, этикетка. Ну, очевидно, что его нужно прям помыть. Посмотрите, вся шерсть прямо залачена, как будто бы в тонной какого-то лака, не знаю, муса, геля. Все, везде такое неприятное, шершавое, прям вот куски. Очевидно, что его нужно купать. Но мне кажется, это классная идея, потому что, по крайней мере, по своей малышке, по своему ребенку я сужу. Вода, купание кукол, это вообще топ занятия, это мы обожаем. Так что, я даже, наверное, сама не буду портить, предложу малышке своей искупать. Ну, я думаю, понятно, вот здесь даже сзади, под ушками чувствуется, какой мягкий материал, и хорошенький, наверное, можно расчесать его. То есть, когда, видимо, ее покрывали этим составом, ушки были скреплены, и задняя спинка не попала под этот состав. Прям даже, вот смотрите, не расчесывается, поскрепить можно. А вот здесь то, что было подушками, оно прям мягенькое. И вот, скорее всего, игрушечка такая и будет. Классненькая, мягкая и нежная, но нужно ее помыть. Ну, слушайте, мне понравилось, неплохо. Игрушка, в принципе, довольно крупненькая, симпатичная, глазки, смотрите, какие у нее за блесками переливаются, носик, сердечком, на лапках, на ножках, на бантике и задняя сторона ушек, вся блестик переливается очень красиво. И то, что даже ее нужно купать и сушить, супер идея. Я думаю, нам зайдет. Единственное, что переживаю, там внутри же мягкий материал, это же все намокнет и очень будет долго сохнуть. ты же его только внешнюю сторону не намочишь. Ну, классная идея, мне нравится. Игрушка достойная, за 300 рублей неплохой вариантик. А если еще и со скидкой брать 20%, то вообще класс получится. А вам как? Не знаю даже, как представить его поэффектнее. Яйцо огроменное, большое, просто не помещается в кадр. Я тут перенастраивала штатив свой, потому что никак не уместить целиком это большое, огромное яйцо-сюрприз. Значит, небольшая предыстория. Я заказывала вообще не его. Как это ни странно, я заказывала тоже яйцо от Rebenkorn's, но большое, тоже беленькое с набором врача-доктора, белое яйцо. Хотела его, там тоже, по-моему, 25 сюрпризов, по-моему, если я не ошибаюсь. Заказывала я его на Озоне, но прислали мне такое золотое чудо, но я абсолютно не расстроилась, я даже обрадовалась по нескольким причинам. Первая причина, потому что это я тоже хотела заказывать, тоже искала на разных маркетплейсах, искала выгодную цену, но пока не нашла, поэтому и не заказывала. А второй момент, это цена, по которой в итоге досталось мне это золотое яйцо. Если вы посмотрите сейчас на маркетплейсах, цена на него там в районе 5000, ну где-то может быть есть скидки, где-то там можно какой-то промокодик, может быть 4 оно выйдет, а где-то и по 10 стоит. А я нашла, значит, то белое яйцо за 2600 рублей, плюс у меня был промокод на Озоне на 400, по-моему, рублей скидки. Ну, в общем, 2200 мне обошлось вот это золотое чудо. Это просто, по-моему, подарок судьбы. Я, конечно же, обрадовалась, когда открыла упаковку. Сначала немножко опешила, а потом подумала, конечно, даже никаких претензий, ничего, естественно, не писала. Это еще лучше и дешевле мне это яичко досталось. Так что, я довольна. Начала изучать уже потом, кто же мне там достался, потому что, по-моему, три вариации есть, насколько я поняла. Там может быть улитка, может быть олень, как вы видите на этикеточке. Вот такая улиточка, вот такой олень и еще один питомец, которого я даже не помню. Какой-то нарвал, по-моему, там, да, какой-то вот такой, что-то типа нарвальчика маленького. И я, естественно, не выбирала никак, никаким образом не то, чтобы кто мне там попадется, а вообще, что мне такое яйцо придет. 3+, кстати, маркировка стоит. И давайте посмотрим на обратную сторону. Судя по ней, мне досталась улитка. вот это звук. Еще один слой фольги нас тут ждет. с ним, я думаю, мы сейчас быстренько сделаем все. Ох уж, этот микрофон отключается в самый неподходящий момент. Я надеюсь, там как-нибудь нарежу поприятнее. Прошу прощения, сразу за какой-то кусочек, возможно, будет без звука. Итак, пластиковое яйцо, как мы видим, с пайетками, под которым прячется какой-то рисунок. Мы не будем забегать вперед. Ну что, давайте открывать. Здесь у нас скотч со всех сторон. бантик снимем, открываем. Опа! Ух ты! Какая-то розовенькая попка. Так. Смотрим, что тут у нас еще. Итак, один, два, три. Ой! Большой такой третий пакетик. Сердце тут выпало с такой же заколочкой, довольно мягкой. Потом три яйца. Почему-то они отсоединились отсюда. Вот они должны будут крепенько стоять. Видимо, при транспортировке. Вот так должно было это все выглядеть. И вкладыш. Так, по вкладышу нам немножко должно быть понятнее. Первый раздел с какими-то маленькими животными, видимо, из этой же серии. Я, честно говоря, не поняла, почему они тут изображены. Так, а здесь мы видим уже три разновидности животных, которые могли попасться здесь. Собственно, вот она, наша розовая улиточка, олененок, которого я тоже очень хочу. И не знаю, кто это, морж, вот такой котик, нарвал, с единорогом. Хотя тут все животные, да, с рогом. Заметьте, у оленя тоже есть и рог, и рога, и бантик, и улиточки тоже есть. Также вот засекреченные, видимо, рисуночки уже здесь нам изображены. Дальше мы видим та же самая инструкция, сюрпризы раскрыть, рисуночек посмотреть. А здесь нам поподробнее, видимо, расписано, что попадется нам в сюрпризах, но не будем забегать вперед, лучше мы откроем это и посмотрим вживую. Так, ну что, давайте начнем распаковывать. Начнем с первого маленького пакетика. Тут, если честно, что-то мягенькое. А, да кто-то малыши тут еще в комплекте. А, нет, это не малыш. И это браслетик, смотрите, который можно так выпрямить с сердечком золотым и на ручку вот так одеть. Как вам? Очень, очень красиво. мне нравится. Пушистый такой меховой браслетик с золотым сердечком. Красиво смотрится, мне нравится. И еще выпала из этого пакетика резиночка. Тоже золотая, все переливается, безумно красивая. невероятно. Невероятно. Классно. Даже, наверное, не буду снимать это чудо. Так, следующий пакетик. Здесь не пойму, что. Так, наклейки. безумно. Все блестит, сверкает. Очень красиво. Дальше. О, а это что такое? Переводки? Или это какие-то наклейки, которые светятся в темноте? Интересно. Сейчас проверила, они не светятся. Такие полупрозрачные, вы видите. Сейчас они не светятся, но пускай полежат немножко под лампой. Может быть, позже проверю, заработает. Так, еще что тут? Вы представляете, тут баночка с глиттерными блестками. Давайте их откроем, посмотрим, что там. Что такие они? Рассыпчатые блестки. Можно, может быть, намазать крем, например, нанести крем на руку, потом сверху блестками и вот так мерцать. Слушайте, классно, интересно. Я даже не ожидала, что тут блестки будут. Далее, давайте распакуем большой пакетик. Здесь, очевидно, ободочек у нас будет лежать. вот такой ободок классный, единороговый. Тоже с пушком и с рогом. Очень все блестит и сверкает красиво. Далее. Далее здесь еще один бант. Зачем? Непонятно. Видимо, для улиточки. Один будет на улитке, второй на ребенке. Или можно ребенку два. Но они разные, разного размера и разной фактуры, разного качества. вот такие вот. Тик-тик-тик-тик-тик. Так, ну что? Что мы делаем дальше? Давайте достанем вот эти три яйца и уберем коробочку подальше, чтобы место освободить. И достанем нашу улиточку. Кстати, рог похоже, что съемный, его можно с этой стороны достать, по-моему. Не знаю, нужен он вам или нет будет. Так, ну что, смотрим малышку улитку. Так, посмотрите, какие глазки красивые. Ухмылочка даже небольшая на щечках сердечки. Чубчик. рожки плотненькие. Какой-то даже поролон между ними и очень-очень сильно они сверкают, переливаются. Рог, естественно, блестит. Здесь у нас отверстие под как раз-таки сердечко. Внутри ничего нет, она очень мягкая. Даже вот с обратной стороны можно и прилечь головой в принципе ничего не будет мешать. Еще у нее есть крылья. Тоже невероятно. Они переливаются, блестят. Слушайте, ну да, конечно, качество класс. Игрушка большая, крупная. Давайте попробуем подставить сердечко сюда. Тут есть пазы, их нужно попасть. так так и так вот все отлично встало. Давайте посмотрим, что там у нас за секрет спрятан. И у нашей улиточки нарисован кроссовок. Видимо, намекаем на то, что не смотрите на то, что я улитка, я умею быстро бегать. Не знаю, с каким умыслом, конечно, это подразумевалось. вот так вот, скоростная улитка с кроссовком. Яркий такой рисунок, классный, интересный. Необычное сердечко. Можно, естественно, обратно все сделать. Больше, наверное, по цвету будет подходить. Так, а что у нас с бантиком? Куда нам бантик крепить нужно? Давайте посмотрим на вкладыши еще раз. Так, улиточка полежим. Да, улитки вот на вкладыше видно, что сбоку прикрепили бантик. Думаю, он все-таки для нее. Давайте тоже так делаем. Ну, как-то так это будет выглядеть. Смешно немножко. Ну, в общем, можно ребенку там экспериментировать как угодно, куда угодно их зацеплять этот бантик. В принципе, фантазия тут уже ребенка пусть играет на ушки, на рожки, вернее, можно цеплять куда угодно. Ну, я довольна. Игрушка классная. 5000 она не стоит, по моему мнению, никак, но 2000 в принципе неплохо. Я довольна. Она очень-очень симпатичная. И много еще сюрпризов. Но это же не все. Мы с вами еще не открыли. Давай, плохо стоит она как-то. Ой, смотрите, даже хвостик какой-то придел или смешной. Так, давайте распакуем последние три сюрприза. Так, обратите внимание, что у них разные кристаллы по центру расположены. Цвет рога тоже отличается. Вот у этого почему-то кончик золотой. Ну, может быть, так прокрасили. Немножко, по-моему, отличается. Но цвета кристаллов точно. Этот прям зеркальный такой яркий, этот мутненький, этот золотой. Давайте начнем с первого. Ага, вот есть миниоперфорация. Опа. Ой, сколько тут сюрпризов много. Я думала, тут один будет. Малыш. Даже этот кристалл, смотрите, съемный. так. Первый она встречает вот такой малыш карапуз. Наверное, похоже на зебру, да? С рогом. Как насадочку на карандаш можно использовать. Симпатичный. Смотрите, у него есть отверстие на спинке. И я увидела, что тут лежат крылышки. видимо, для этого малыша они предполагаются. Вот так он выглядит с крылышками. Дальше. Здесь есть бантик еще для него ничего себе, какая многофункциональная игрушка. Бантик, крылья, пикс. Вот такой малыш получился у нас зебра с бантиком и крыльями. Далее заколочка, видимо, уже для ребенка. Пластмассовая, так она открывается и на ней изображен бантик с сердечком. Такой перламутровый цвет с блестками. И осталось у нас колечко. Я так понимаю, что оно вот с этим сердцем должно соединиться и получится вот такой перстень детский. тоже все в золоте под цвет нашего сюрприза. ребенку нарядиться во все золотое с рогом. Что такое яичко маленькое и столько сюрпризов. С ума сойти. Так, давайте далее. ой, какой тут золотой малыш. Ничего себе. Тоже съемное сердечко. Бараш. Или нет, или кто это? По-моему овечка. Может альпака. вам как кажется кто это? У него тоже есть крылья. Тоже есть бантик. Вот так вот. Такой нарядный малыш. Тоже насадочка на карандаш. Другая заколочка с радугой. Радуга облака. И перстень. Такой же перстень. Только с другим цветом кристалла. Так, это у нас было второе яйцо. И осталось последнее. Открываем. как тоже красиво переливается. птица. у нас ух ты жар птица попалась. Фиолетовая с таким хохолком классным. Ручки, ножки, крылья вернее золотистые с масиком. у нее голубые крылышки. Мне кажется, можно между этими малышами комбинировать бантики, крылышки, менять цвета. В принципе, не принципиально. В общем-то, кому какого цвета, как ребенку больше понравится, можно их комбинировать. очень красивые малыши. Качественные игрушки прям супер сделаны. Так, здесь у нас заколочка звезды со звездами. И заметьте, они тоже разных цветов. Золотая, персиковая и перламутровая такая серебристая. А перстень у нас получился тоже перламутровый и такой стеклянный какой-то блестки. Стеклянный цвет. Вау, вот это мне больше нравится сейчас на всех. Можно вообще на все пальцы себе перстни. Ну как? Размерчик маловато, а так супер. Слушайте, ну я, честно говоря, впечатлена очень довольная. Всем сюрпризом. Конечно, цена не маленькая, но сюрпризы очень качественные. Все сделано идеально. Никаких нюансов, никаких там косяков по краске или еще где-то что-то. Ничего нет. Кстати, татухи надо проверить. Так, ребята, я разобралась, что это за наклейки такие были. Это не светящиеся в темноте наклейки. А, посмотрите, тут изображено, что их можно наклеить в блокнот и посыпать как раз таки нашими блестками, которые имеются в комплекте. И у вас получится, то есть, вот кисточку даже взять можно, чтобы лишнее убрать блестки. И получится у вас такие красивые, блестящие в тетрадке рисуночки. Добавная, интересная идея, необычная, нестандартная. Вот нам показывают, что три браслета разновидности у разных животных. Заколки, резиночки, насадки на карандаш. Тут все изображено. А, смотрите, на колечко можно еще и крылышки прицеплять, не только эти перчины. Тут можно вообще комбинации разные составлять. Обалдеть! Три разновидности бантика, как я вам говорила. этот, по-моему, наша улиточка, этот олень, а это... Кто же этот третий там написано? Ага, по-китайски я, к сожалению, еще пока не научилась, но будем называть его морским котиком, например. Слушайте, я очень довольна сюрпризами. Правда, качество отменное. Никаких абсолютно нюансов нет. Вот это и радует, что ни косяков никаких, ни в покраске, ни в качестве, ни в прошивке, нигде ничего нет. Идеальное исполнение. Конечно, да, за это и переплачиваешь, наверное, за бренд, за исполнение. Но вообще не к чему придраться. Посмотрите, все идеально сделано. Сюрпризов действительно много. мне кажется, ребенок будет в восторге все это открывать, собирать этих малышей, переодевать, бантики эти на себя примерять. Смотрите, резиночкой сможет пользоваться на какой-нибудь утренник, например, образ единорожки можно придумать малышу. Да и вообще с этой улиточкой играть и спать с ней, укладывать ее. Множество игр, множество сценариев можно продумать. В общем, я довольна. Всем рекомендую мой рекомендасьем. Ну что, вот такой у нас блестящий праздничный выпуск сегодня получился. Я еще раз безумно всех благодарю за подписки, за поддержки в комментариях, за лайки ваши. Для вас это одна миллисекунда жизни, поставить лайк, а для блогера это очень-очень-очень много значит. Поэтому всем большое спасибо. Кто еще не подписан на канал, обязательно нажмите пальчик вверх и подпишитесь. Впереди еще очень много всего интересного, увлекательного и красочного. Всем спасибо за просмотр, а мы с вами увидимся в следующих видео. Я, кстати, взять за традицию на круглые даты подписчиков на канале. Возможно будем открывать какие-нибудь классные крупные сюрпризы. Какой идеи, напишите в комментариях. Всем